Знаете, какая у нас сегодня тема, да? Фокусы языка. Спасибо! Тема, на самом деле, очень большая, очень огромная и многоступенчата, многогранная. И мы решили, что это будет серия коротких вечерних занятий. Почему? Почему мы думали сначала сделать большой тренинг по поводу этого? Потом подумали, что не будем вот так себя вести. Потому что все это время мы будем находиться фактически в ментальном пространстве, да? Это очень много... Мы можем думать очень много. Очень много думать. И очень много думать обычно людям тяжело, потому что не переключаясь, да. И более того, мы думаем, будем не так, как вы привыкли. Необычно мы будем думать. А вдруг они так любят ли это, потому что вы такие? Может быть. Или будем думать так, как обычно. Мы не знаем. Вы потом нам скажете, насколько было это для вас обычно или необычно. Сложно. Это по вашему мнению. Да. Но мы просто сразу предупреждаем, что такое возможно. То есть вы будете в каких-то вопросах поставлены в рамки такие, что вот так я об этом никогда не думала. И именно поэтому вот такие вот эти часовые занятия для того, чтобы освоить кусок материала и уйти пожить с ним, как-то обработать, как это встраивается в вашу обычную жизнь, это гораздо эффективнее получается, чем большой тренинг, где очень много приходится думать. Мозг перезагрузился уже много раз, потом оттуда вышел и остались только и вышел. Осколки. Осколки. Да, и вышел и пошел. Нам бы очень хотелось, чтобы вы это интегрировали в свою жизнь и применяли это, и в общем-то это как-то помогало вам. Как следует из названия, работать мы все это время будем со словами. Слова служат не только для воспроизведения нашего опыта. Часто они помещают его в своеобразную рамку, в которой одни аспекты выдвигаются на передний план, а другие служат им фоном. С вербаликой. Слово очень много значит на самом деле в нашей жизни, не только потому, что там в начале было слово, но есть такая фраза есть, а еще и потому, что слова позволяют нам не только передавать то, что мы хотим сказать, не только передавать свой опыт, делиться впечатлениями, но и формируют внутри нас те самые карты реальности. То есть когда мы получаем максимальное количество информации, нам надо как-то ее систематизировать внутри себя и как-то ее разложить и интерпретировать. Вот этим всем занимается наша внутренняя словесность, скажем так. То есть с помощью речи, с помощью языка мы таким образом организуем весь свой опыт. Более того, мы создаем некие такие шаблоны, с помощью которых мы дальше воспринимаем эту же реальность. Обеспечивая первичный контакт с окружающим миром, органы чувств являются своеобразными окнами в мир. Через них проходит вся информация о нашем физическом существовании. Поэтому в НЛП придается большое значение сенсорному опыту и считается, что он является для человека первичным источником знаний о внешнем окружении и основным строительным материалом для создания моделей мира. И здесь как раз есть такой подводный камень такой, что обычно мы считаем, что вербальная часть, она обычно всегда осознается, но это не всегда так. Потому что, например, наши убеждения, вот то, чем мы будем заниматься, такими тонкими структурными убеждениями, ценностями, они вербализуемы, но они далеко не всегда осознаются. И мы буквально сегодня с Яной на улице стояли и думали, вот идет там поток людей, да? Кто из них прямо сейчас, если остановить, может назвать штук пять своих убеждений? Или ценностей? Или ценностей? Или хотя бы чего-нибудь. Ну, мы, конечно, не… Не рискнули? Не рискнули. А мы, давай, может, сейчас спросим. Кто-то сейчас может назвать там, допустим, пять своих убеждений? Убеждений. 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 Субтитры создавал DimaTorzok